К нам в редакцию обратилась пенсионерка Вера Рыбалкина. Уже 22 года она живет на улице Степана Разина, в доме номер 6. Этой зимой температура в ее квартире не поднимается выше отметки 15 градусов. Хозяйка и все члены ее семьи ходят в теплых носках и кофтах. Батареи едва теплые, а на полу пришлось расстелить сразу два паласа. Но ей это не помогает. Греться приходится от зажженной комфорки на кухне. Вот, пожалуйста, мой индикатор. Вот, далеко ходить не надо. Кошка не лягет никогда на батарею, если тут 25 градусов. Ну, я зачем буду врать и вызывать кого-то, что у меня холодно? Однако результаты замеров комиссии из управляющей компании упрямо выдают более высокие показатели. Их термометры показывают 20, а то и 25 градусов выше нуля. И вот комиссия из трех человек когда пришла, я им предложила раздеться. Вот на диванчике посидите 10 минут, больше не надо. И вы мне скажете, есть 20 градусов или нет. Конфликт продолжается уже несколько месяцев. Вера Иренич написала в прокуратуру города, три раза вызывала слесарей. А последний раз приходили специальные комиссии из управляющей компании. На несколько дней столбик термометра действительно поднялся вверх. Но потом снова стало холодно. При этом платить за тепло приходится в полном объеме. А это порядка полутора тысяч рублей в месяц. Не хотят они, не хотят ничего делать. Вообще для чего они там сидят, я вообще вот этого не понимаю. Ведь на наши деньги они фактически там сидят. Аналогичная ситуация у соседки по лестничной площадке. В квартире Татьяны Мересевой тоже всю зиму холодно. Несмотря на пластиковые окна. Здесь отогреваются электрическими обогревателями. Опять же в ущерб семейному бюджету. К моменту выпуска сюжета мы не смогли взять комментарии управляющей компанией «Альтернатива». Всякий раз руководство ссылалось на занятость. Елена Волгина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС». Альтернатива «24 МИАС».